Майнкрафт это не просто игра про высоких черных мужиков и однополые отношения. Это крайне проработанный мир, где у каждой даже самой маленькой детали есть своя предыстория. Рисунки на камнях, картины, оружие, древние постройки. Но если хорошо все изучить, то правду можно найти даже о тех вещах, которые в игру еще не добавили. И в сегодняшнем ролике мы поговорим про Нюхача, самого древнего закладчика Майнкрафта. Мы узнаем, почему этот моб вымер, каким мир Майнкрафта был десятки тысяч лет назад, и как Нюхач связан с древними цивилизациями. Кто же такой Нюхач? Во-первых, это победитель голосования за мобу в 2022 году. Против него тогда за добавление в Майнкрафт сражался какой-то бесполезный голем и странный мужик с рюкзаком. Кстати, последний является представителем новой и неизвестной для нас расы разумных существ в Майнкрафте, и это очень интересно, поэтому жаль, что его не добавили. Но сегодня речь тоже пойдет о вот этом милом динозаврике. На момент съемки ролика в игру его еще не добавили, поэтому вся информация, которая у нас есть, содержится в видео от самих разработчиков. Итак, нам известно, что это древнее вымершее существо, которое игрок может воскресить. Чтобы его воскресить, нужно найти яйцо Нюхача в подводных руинах, поставить его на солнце, подождать, пока он вылупится, и все. Теперь он сможет искать для вас семена растений, которые вымерли в мире Майнкрафта тысячи лет назад. И мне достаточно этой информации, чтобы узнать, когда он жил, когда он вымер, почему он вымер и какая цивилизация его приручила. Но сначала давайте я расскажу вам про очень интересный чат для геймеров. RUN это приложение, которое создано специально для людей, которые любят играть в разные игры. Любите Майнкрафт? Пожалуйста! Fortnite, Among Us, PUBG, Roblox, тут есть любая игра на выбор. И во все эти игры можно играть с друзьями и общаться при помощи RUN. Стоп, мы же геймеры, откуда у нас друзья? Не переживайте, RUN это тоже предусмотрел, и там есть специальный раздел для знакомства и поиска друзей по интересам. В голосовом чате и вместе играйте в любимые игры. Ну что, ты готов убивать дракона? Да, сейчас, подойди секунду. Ишкири. В самом приложении RUN также есть больше 40 различных мини-игр. В них можно играть самому, а можно бросить вызов друзьям. Ну а скачать RUN совершенно бесплатно вы сможете по ссылке в описании. Итак, подводные руины. Именно здесь в будущем мы сможем найти яйца нюхачей. Давайте нырнем туда прямо сейчас, чтобы найти хоть какие-то зацепки. Когда мы на Бодроке впервые находим затонувшие руины, нам дается достижение Атлантида. И это не случайно, ведь Атлантида и Майнкрафт очень тесно связаны. Когда разработчики создавали подводный монумент для Майнкрафта, они черпали огромное вдохновение из мифов про Атлантиду. Но какое отношение эти разрушенные домики имеют к подводному монументу? Ответ на этот вопрос можно получить, погуляв по локации монумента в Майнкрафт Данженс. Эта затонувшая цивилизация на стенах оставила множество подсказок насчет того, кем они были и что с ними произошло. И на одном из этих рисунков мы видим, как выглядели города этой древней затонувшей цивилизации. И все сходится, это именно те подводные руины, которые мы и находим сейчас в Майнкрафте. То есть получается, единственное место, где мы можем найти яйца нюхачей, это сундуки бывших жителей Атлантиды? Вот уж точно мы не зря проголосовали за этого моба. Однако загадки на этом не кончаются. Мы все еще не понимаем, что произошло с этой цивилизацией и почему пропали нюхачи. И получить ответы на эти вопросы нам поможет история. Я уже делал отдельное видео про Атлантиду, но сейчас расскажу вам всем вкратце. Судя по диалогам Платона, государство Атлантида затонуло 11,5 тысяч лет назад. Атлантида была мощной глобальной империей и даже держала Египет в качестве колонии. Однако из-за страшного катаклизма она ушла под воду. Именно тогда на Земле шел поздний дриасовый период, который был безумно разрушителен для всей планеты. Падение метеоритов, таяние ледников, поднятие уровня воды по всему миру. Что и приводило к массовым потопам, свидетельства о которых мы можем найти в легендах по всему миру. И здесь мы наблюдаем, как история реального мира в очередной раз совпадает с историей Майнкрафта. Если мы снова взглянем на рисунки на стенах подводного монумента, то посередине найдем довольно интересное изображение. На стене изображено падение метеорита. Более того, мы даже можем найти метеорит в секретной локации монумента. То есть, получается, мы выяснили, что в Майнкрафте был точно такой же поздний дриасовый период, как и был на Земле больше 11,5 тысяч лет назад. Но знаете, в чем еще состоит особенность этого периода? Ученые говорят, что в этот период вымерло от 50 до 80% всех млекопитающих весом больше 40 килограмм. И просто представьте, как много удивительных животных тогда ходило по миру. В реальной жизни люди могли на своем пути повстречать реального гигантского ленивца размером со слона. А в Майнкрафте одной из цивилизаций удалось приручить огромное древнее животное. Именно поэтому даже после падения этой цивилизации яйца нюхачей продолжали лежать у них в сундуках. И благодаря этому игроки в будущем смогут восстановить популяцию вымерших животных и взглянуть далеко в прошлое на то, каким мог раньше быть Майнкрафт. На этом сегодняшняя теория подходит к концу. Однако в Майнкрафте еще есть просто огромное количество тайн, которые нам с вами предстоит раскрыть. Ну а с вами был Виз и до встречи в следующем ролике. Пока!